справа стоит фрейдлайнер слева volvo 780 на ней прохожу стажировку 21 по моему года машина 0 целая стоим на выгрузку в нью-джерси всем привет идет дождь я в дождевике началась у меня работа наконец-таки не без приключений по ходу пьесы расскажу что всему этому сопутствовал но все хорошо вот так у нас выглядит кабина локбуки навигаторы куча экранов все нужно здесь пока моего сейчас рабочее место первый день кабина огромная большая две полки спальных я наверху ёзио не видно ёзио там шкаф за ле спрятался здесь куча полок холодильник миллиард розеток ёзио разместил вот там под кроватью покушать там туалет все дела очень комфортная volvo вообще мне нравится ништяк класс наверх залазишь на кровать там блин вообще просто вот этот чемодан у меня в ногах его и если вот так поставить то еще в полный рост я вытягиваюсь до чемодана места хватает при моих метр восемьдесят среднем может чуть меньше уже старых сложности были какого рода не то что там прям сложности но какие-то прям на пасти помимо того что сами знаете историю как я долго ждал сидел со всеми этими техасами с обойтментами со всей этой шляпой плюс пока за мной приедет человек филадельфия заберет на траке да он за мной приезжает и в один день мы должны выезжать завтра он вечером пошел там куда-то в магазин короче и потерял кошелек со всеми документами cdl там все сошел и work authorization и деньги 300 баксов то есть вообще все на следующий день мы начали все это восстанавливать но заехали на его адрес где у него адрес филадельфии и хозяи и короче говоря между дверей валяется его кошелек кто-то принес ему кошелек в котором не взяли даже 20 долларов то есть вообще все на месте включая 300 баксов вот вам америка ну и второй момент что потерял он его в даунтауне вечером то есть соответственно скорее всего ну как правило в даунтаунах особенно вечером там кроме черных никого нет на улицах я не удивлюсь если это черный принес и бросил ему этот кошелек даже я не знаю стучались они в двери не стучались там никого дома не было ну просто все даже 20 долларов нельзя вот вам люди как был америке один из показателей потом вчера мы уже на эту базу приезжали выгружаться нас не выгрузили отбой короче и вот сегодня мы приехали опять час нас выгружают короче такие вот знаешь постоянно какие-то форс-мажоры которые все это дело мое задерживали но все теперь я сижу в траке сейчас поедем в аризону сначала в норс-кар-олайн загружаться потому что сейчас праздники дело в чем что нас здесь загрузить сейчас не могут нам сейчас надо будет ехать 600 миль до загрузки пустыми эти пустые мили они оплачиваются ну такая ситуация из-за того что сейчас мемориал дэй короче праздники и загружаться просто нас не могут загрузить ну а мы как бы требуем поэтому нас отправляют норс-кар-олайн оплачиваем эмили и потом в аризону в плане человека который меня тренирует я вам показывать не буду он не хочет поэтому видео опять у меня будет в одно лицо если конечно никого это не раздражает и еще хочу сказать что для для вас договорился со школа сидел которая находится в филадельфии который я очень рекомендую не потому что там что-то меня там кто-то платит или не платит а просто я от себя на своем личном опыте рекомендую эту школу филадельфии и по приходу в эту школу если ты скажешь кодовое слово freedom или позволь позвонишь или придешь скажешь кодовое слово freedom то будет тебе скидка на сидел 100 баксов сидел с того момента как я учился уже подорожал то есть я учился за 200 коробка автомат на данный момент уже коробка автомат 2400 а механика была по моему 2400 сейчас соответственно 2 800 от этой суммы при кодовом слове freedom тебе будет скидка 100 баксов данная volvo вся на системах безопасности сигналит слышишь это то что впереди машина то есть предупреждение справа сейчас будем будем обходить справа смотри чудик едет со сломанной дверью сейчас права будем обходить у нас загорится вот эта лампочка предупреждающая о том что у тебя справа объект вот она загорелась и происходит как бы ну и сигналы если сильно близко подъедешь машине то срабатывает автоматическое торможение короче говоря это volvo напичкана безопасностью заправка трака происходит это у нас было пол бака да и уже на 400 50 долларов залили еще сколько там да еще 2 бар а это все вместе считаю то есть половина топлива примерно вот четыреста пятьдесят сто двадцать шесть галлонов то есть грубо говоря штука баксов заправка если помощь на дождевик не подогнали вышкарик пацанам заехал подогнали новую куртку бесплатно спасибо вышкарям а вот творится это у нас на траке ночная растерия вирджинии не трак стал а именно растерия птички поют запах хвои здесь такое чисто туалет постоять поспать в тишине вот карта у нас легковые машины отдельно грузовые отдельно лавочки беседки для отдыха могут также стоять мангальчики шашлычок пожарить водичка питьевая помимо автоматов где можно купить полу травка все стриженая все ухоженное всем привет от вновь испеченного тракиста он же жора он же гоша все хорошо дорогу порлочка идет отлично вообще 70 миль как родненькая бороздим просторы америки все ништяк по дороге у нас пришло время менять масло компания нас послала поменять масло по дороге короче будем здесь менять все делается в дороге весь сервис легко и просто пока меняют масло отдыхаю смотрю обзор игры кайфуем сегодня на второй день проехал уже сам несколько часов вплоть до того что мой человек мой человек с которыми я еду спал вообще я сам ехал но у меня проблем нету я работал на грузовиках в россии и здесь несколько месяцев отработал филадельфия нью-йорк два раза плюс по филадельфии разгрузки загрузки на семитонники в принципе все то же самое размер кабины все на свете внутри я имею ввиду по размеру чуть больше прицеп и все чуть больше запас берет чуть больше контроля а так в принципе в плане управления в плане чего-то проблем нет никаких то же самое человек который меня обучает свое время когда он здесь сел первый раз в америке на трак он первый раз вообще в жизни сидел в грузовике то есть он не работал дома на грузовиках вообще с ними делали как никаких не имел поэтому я думаю у него были другие ощущения вот у меня нормально по легкому я думаю там обучение там две-три недели я думаю что в неделю уложимся мне сейчас надо просто сделать пару маневров там подъезд к доку загрузка-разгрузка и то я это все делал просто на машине которая короче на семитонники здесь длиннее на сколько-то метров ну операция вся та же самая которую я делал неоднократно так что я думаю обучение у меня в неделю уложусь главный трак-драйвер по имени Ёзя на второй полке нашел себе пещеру за второй полке за второй полке за второй полке Ёзя 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 на второй полке этот полк за последние полки Субтитры создавал DimaTorzok Заехали, вот у нас там какие пейзажи, заехали типа гамбургерная, бургерная Карлс Джуниор, это отец вообще гамбургеров, Макдональдс там и все остальное появилось позже, они там самые первые. Сейчас покупаем себе здесь веганские продукты, гамбургеры веганские, там картошка, там мясо. Просто товарищ, с которым я езжу, он веган, сейчас будем пробовать, он говорит, что это супер вкусно. Выглядит это вот так вот у нас. Это вот нам принесли, то есть это у нас, мы заказали еще отдельно мясо, чтобы именно попробовать без примесей. Вот так вот выглядит ненастоящее мясо. Пахнет мясом, жареным, вроде бы как. Ну, соответственно, вот такая картошка, я такой еще нигде не видел. Интересно так порезано. Будем пробовать, еще горячее. И, значит, гамбургер у нас, ну, я думаю, выглядит все примерно так же. Просто смысл в том, что он не из настоящего мяса. Beyond meat. С сыром и без сыра. Это у нас без сыра. Короче, вот такие котлеты. Огурцы, помидоры. Ну, соответственно, трава там всякая для веганов. Будем пробовать. И напиток у нас, что за напиток? Рутбир. А, рутбир. Это не кола, там не спрайт никакой. Это рутбир. Он еще идет с кофеином. И вкус у него такой, который ты особо нигде больше не попробуешь. Своеобразный вкус. В Америке, короче, в табачных, где продают сигареты, также еще продаются такие коробки, табак нарезанный. Его под губу, как у нас на слайд, да, то есть, в Америке, американцы под губу. Резанный табак. И вот вкус такой же у этого рутбир. Вкус, как у этого табака нарезанного за губу. Своеобразная тема, больше ни с чем ее не сравнишь особо, да? Ну все, пробуем. Муж и жена открыли когда-то эту сеть. Я так понимаю, в 41-м году. Здесь история, как это происходило. В Лос-Анджелесе купили хот-дог. И что-то там решили открыть свое. Только с другим сервисом. Когда мы ехали сюда, в эту сторону, мы проезжали Техас. И там есть заведение тоже легендарное. Называется, по-моему, 72 ОС. То есть, 72 унции стейк. Там смысл в том, что если ты, короче, съедаешь стейк. Это, считай, 2 килограмма стейка. Ну, соответственно, говядины. Плюс коктейли с креветок. И что-то там еще. То это будет бесплатно. Если ты съедаешь за определенное время. За 45 минут или за час. Если ты не съедаешь, то приходится платить. Ну, соответственно, такую фигню никто не съедает. Ну, вот сейчас мы попробовали. Туда мы, соответственно, не заехали. Потому что у меня товарищ веган. Сейчас попробовали вот эти веганские бургеры. Ну, как бы так. Есть можно. На любителя. Для тех, кому жалко животных. А почему нет. Ну, конечно, это не заменит, блядь. Наверное. По вкусу вот тут стейк. На 72 луции. К сожалению. Я думаю, скоро. Они придумают что-то. С этим мясом. Что оно будет. Такое. Еще будем не раз проезжать. По Техасу. Потом я сам уже. Мимо одного. Офигенного. Стейк. Стейк-бара. 72 луции. Называется. И там еще покушаем. Хорошие стейки. От души. Здорово. Едем по земле индейцев. Наваху. Земля племени Наваху. До индейского города 16 миль. Луция. Экс. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok Запарковались прямо на базе, где нам надо выгружаться База по бассейнам, короче Прикинь, как в Аризоне нужны бассейны, что тут такие базы Вон наш трак стоит Жара реальная, нереальная Пошел на заправку Купить там воды холодной, еще что-то Прошел не знаю тут сколько, 500 метров В Аризоне вообще жарко жестко Ну тут уже 100-110 в тени По Фаренгейту Я могу тут жить, зимой тут супер, летом тут жопа Летом тут нормальная температура, 135 по Фаренгейту Сейчас уже я иду Ощущение, что я иду в этом, в сауне Дует просто горячий воздух Я все, я больше из драка не вылезу Следующий груз у нас С границы с Мексикой Забираем груз, что-то связано с интернет-технологиями Файбер там что-то Буквально справа где-то тут уже Мексика Загрузка город какой-то на Галис Вон там по идее уже Мексика Мы прямо на мексиканской границе Склад И вот трак прямо с Мексики У него двойные номера Один номер Аризоны И второй номер мексиканский Сейчас надо как-то изъебнуться Короче И припарковаться вот сюда Особо места нема Сейчас буду пробовать Прикольно Я с этими кабелями работал Теперь я их повезу Короче все нормально К доку запарковался С двух продергиваний Снимать не буду Там Мексики засуетились Что я снимаю На видео забегали А вот и привет товаркландерам Вышечка Загрузили кабеля С которыми я работал три года Везем в Канзас Для компании Спектру Прикольно, да? Теперь везем тут с чем работали Сейчас будет таможенный контроль Так как мы едем с Мексики Скорее всего будут проверять документы Ну снимать я там опять же Не могу сейчас с телефона Равнины Нью-Мексико и опасность Песчаных штормов Песчаных бурь Вот стоят желтые знаки Если попадаешь в песчаную бурю Паркуешься Выключаешь двигатель И пристегиваешь ремни Пока короче Не пройдет песчаная буря Потому что тут вот так вот весело Вон вдалеке видно песчаную бурю Как она может перекрывать дорогу Поезжайте по съезду 24 на дорогу В бутыл прайв Едем сейчас с зону Песчаные бурки Я думаю тут самое такое со мной Это оси весна Заехали на Рестерию Для трак-драйверов Все условия Это сеть заправок Пайлот Пайлот Можешь взять Душ Здесь уже мои шмотки лежат Везде они типично одинаковые Зеркала Душ Вентилятор Умыварник В туалет На кассе Либо платишь Либо если ты трак-драйвер То души бесплатные Там от топлива зависит Короче Сейчас искупаемся И уже бургеры там заказали Сейчас будем есть Короче все условия Заскосил Помылся чистенько Аккуратненько В любой точке Америки Ну и теперь после душа для тракеров Вот такой гамбургер для тракеров Посмотри какой он волшебный Супер мясо Жареный бекон Грибочки Просто сказка Штат Аглахома Семь утра Напарник спит Уже два часа Идем по прямой И все два часа Солнце в глаза Козырек не помогает Потому что она слишком низкая Вокруг сплошные поля Элеваторы По переработке того Что растет на этих полях И так уже Не знаю сколько 200 миль там я еду Больше Ну до этого была ночь Ничего не видно было Подозреваю что тоже были поля Ростовская область Вот сейчас уходится Левее Хорошо Все Спряталась за перегородкой Временно Спит лимит 65 миль Йозе Всю ночь лазил по панели То там посидеть То здесь Уже нормально Освоился Сейчас пошел спать Хоть за него я спокоен Переживал как он будет переносить это все Нормально Кайфует Смотрит в окно Вокруг все шевелится Ему интересно Я решил не бриться Мне сейчас клиентов В дома не заходить Будем мало-мало Бородатыми Реднеками Закат в Канзасе В Канзасе разгрузились Йозе Отойди Трак-драйвер Купил регистратор Специально для траков 600 баксов Гармин 800 С пробками Со всеми делами Едем грузиться В Линкольн Небраска Поспали днем И груз везем В Сан-Диего Калифорнию Йозе Йозе Покушай папайя Навигатор Короче Нормальный Расширенный Показывает И время Прибытия И все Но я посчитал Что лучше купить Стационарный Навигатор Потому что Можно скачать Всякие приложения Которые Вроде как Траковые Навигаторы Но интернет Не везде работает И хрен его знает Что они там Обновляют Есть тоже проблемы Поэтому лучше Купить Гармин Стационарный Чтобы уже Уверенно Все это Работало Не дешево Но Это же покупается Для работы Оно Себя Купят Да Йозе Посвети Глазами Нам